Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о православии в нашей жизни. Сегодня у нас в гостях человек, который строит самый главный, самый долгожданный храм в нашем городе – Михаил Архангельский Кафедральный Собор. Я очень рада приветствовать в нашей студии до недавнего времени главного архитектора нашей области Дмитрия Станиславовича Скорского. Добрый день! Здравствуйте, Дмитрий Станиславович! Ну вот произошло событие совсем недавно, которое позволило мне Вас представить таким странным образом до недавнего времени главный архитектор области. Это взвешенное, осознанное решение, к которому я шел, в общем-то, давно. Сейчас, конечно, это всех очень... Ну, кому это интересно, всех это интересует, кому это интересно. И я вынужден как бы пояснять это решение. Это добровольное мое личное желание. И мы обсуждали его с руководством области. Здесь множество есть тому объяснений и причин разного характера. Ну, главное я могу сказать о том, что, во-первых, я в должности главного архитектора города проработал около 10 лет, а потом почти 16 лет главным архитектором области. Ну, поверьте, это много. Это просто много, это достаточно большой срок, много что происходило за это время, чему я был не только свидетель, но и в каких-то случаях активным участником. Это, конечно, налагает определенную, так сказать, нагрузку уже просто на человека. А второй момент, очень важный, очень серьезный, это то, что мне в этом году уже нужно было принимать решение. Я в начале года такое решение лично для себя принял в связи именно с строительством собора. Вот темой, которой сегодня мы себя посвятили в этой передаче. Потому что на строительстве собора сейчас начался самый большой ответственный этап его работы. Это отделочные работы, это завершение работы на отделке фасадов, это благоустройство. Это очень большое количество вопросов, которые нужно ежедневно решать и решать очень быстро. Нагрузка же государственного служащего, руководителя органа архитектуры, она все-таки такова, что я не мог уделять этому объекту так много времени, как он требовал. Вот поэтому это уже потребовало просто принятия решения, нужно было принимать решение. Или продолжать так же работать, или все-таки переключаться на завершение строительства собора. Я в этом отношении принял решение в пользу собора. — Таким образом, Дмитрий Станиславович, вы остаетесь все-таки главным строителем нашего Михаила Хангельского кафедрального собора и нештатным советником губернатора, да? — Да. Мне предложено на общественных началах продолжать работать по реализации социально значимых проектов в Архангельской области, самых разных, связанных с возведением объектов монументального искусства, объектов культуры, православной культуры. Поэтому это мне всегда было интересно как архитектору. Я этим занимался и когда был, что называется, при должности. Поэтому, конечно, из профессии никто не уходит. Я в ней остаюсь и рад тому, что, надеюсь, мне удастся еще много что сделать полезного для Хангельской области в этой части. И поэтому мы договорились с руководством области, что я буду продолжать работать над такими проектами. Ну, а какие это будут проекты, я думаю, со временем общественность узнает. — Да, замечательно. Вы знаете, конечно, хотелось бы сегодня поговорить о нашем прекраснейшем соборе. Вот его золотые купола уже так радуют взор. И, подъезжая к Архангельску, издалека видишь их, так с радостью отмечаешь для себя. А вы с каким настроением занимаетесь этим делом? — Ну, вы знаете, сложные чувства, потому что, на самом деле, Архангельск очень пострадал. Его облик во времена, так сказать, прошедшего столетия, известные нам, пострадал страшно. Не так пострадали другие красивейшие города России, севера и центральной части России. Если мы возьмем, например, Вологду или Ярославль, там тоже много что повзрывали и посносили, в том числе и храмов. Но, тем не менее, сегодня, подъезжая к Вологде, тоже мы видим силуэты Вологды, в том числе, которые украшают этот силуэт. Вот исторический центр с набережной на берегу Суханы, с Кремлем, с соборами, церквями. Это потрясающе красиво. Мы этого лишились. Вот Архангельск этого был всего лишен. И просто была уничтожена православная культура нашего губернского города вместе с уничтожением этих храмов. Ведь облик Архангельска формировался, в первую очередь, храмами, высотными элементами, колокольными храмами, достаточно высотными объектами по сравнению с двух-трехэтажной застройкой центра города. И это всегда было очень градостроительно осознанно и значимо выбрано, каждое место для этого. Поэтому все поперечные улицы, основные, выходящие на реку, а главным фасадом Архангельска была река, все заканчивались храмами. Если посмотреть на исторические все материалы, вы это увидите. Поэтому то, что сегодня стал возвышаться над Архангельском наш собор, это замечательно. Но меня лично это печалит, потому что в той части, что я понимаю, а как бы мог выглядеть Архангельск, если бы мы этого не лишились. Но что есть, то есть. Это история. Мы уже имеем то, что имеем. Не все можно восстановить. Что-то удалось восстановить. Слава Богу, удалось восстановить, например, Успенский храм на том месте, где он и стоял. Да, он в новом образе. Он в другой архитектуре немножко. В других высотных параметрах. Но там и изменилась застройка. Она стала четырех-пятиэтажной вместо двухэтажной. И поэтому нужно было вставить Успенский храм уже в других параметрах по высоте. И, естественно, немножко в другом облике. Но, тем не менее, сегодня Успенский храм – один из немногих новых храмов, которые стали сегодня украшением Архангельска. Уже на всех открытках, на всех видах он нас впечатляет. Вот замечательная работа архангельских архитекторов – Лишенко и Никитина. Поэтому собор один в этом пока очень маленьком ряду. Я надеюсь, что этот ряд будет развиваться со временем. Поэтому чувства сложные. Радость есть от того, что у нас появился такой значимый образ в общей картине города. Но она, по-моему, еще очень скромна. Этот вклад очень скромен. Нужно над этим дальше работать. Вы знаете, когда готовилась к передаче, конечно, поднимала архивы. И обнаружила, что в 2006 году была выделена только земля под строительство. То есть дело настолько медленно продвигалось. Насколько я помню, Владыка Тихон, приехав сюда в Архангельск в 1996 году, он фактически сразу выступил с инициативой возведения собора. Но дело продвигалось очень медленно, очень сложно, с большими трудностями. Как вам вспоминается вот этот период начала строительства собора? Вы знаете, с большой радостью, с одной стороны. Потому что, на самом деле, история строительства собора имеет большую бороду длинную. И она далеко не исчерпывается 2006 годом. На самом деле, работа над поиском участка и над проектированием собора началась еще в 90-х годах, когда я работал главным архитектором города. И тогда был выбран совершенно другой участок. И более того, на этот участок все-таки нам удалось сделать очень интересный конкурс архитектурный. И конкурс завершился успешно. Выбором очень интересного проекта, сделанный именно под это место. Но, к сожалению, дальше так случилось, что от этого участка впоследствии заказчик отказался. И мы вынуждены более долго искать новую площадку. И вот эта новая площадка, которой подбиралась мэрией города в сотрудничестве с епархией, в окончательном виде была определена на месте том, где сегодня собор размещается. Поэтому смена участка потребовала времени. Потребовалась разработка совершенно другого проекта. Потому что перенести механически тот проект на новую площадку было невозможно. Он имел свою очень интересную, законченную форму тот проект, но его нельзя было механически перенести. Поэтому здесь нужно было делать новый проект. Поэтому действительно мы увидели начало строительства собора в 2008 году. Оно началось. А до этого еще было предоставление участка, перенос памятника. В общем, много-много-много работы. И я должен сказать, что еще и подготовительный этап строительства был очень большой. Пришлось разбирать весь вот этот подиум под памятником. Он был очень большой. Сделан на свайном основании. В советское время строили зачастую более чем надежно. И поэтому здесь много ушло времени на подготовительные работы. Дорогие телезрители, хотелось бы вот еще о чем сказать. Безусловно, строительство Михаила Архангельского кафедрального собора уже стало частью истории нашего города. Сколько значимых событий произошло за этот период. Вспоминается, к примеру, один из первых общегородских крестных ходов в ноябре 2005 года на День Михаила Архангела. Это символическое шествие началось от драмтеатра, где стоял прежде Свято-Троицкий кафедральный собор, и завершилось на месте строительства нынешнего собора. Вспоминается, как и проходила акция по сбору средств на строительство «Вложи свой кирпич». Когда семьями приходили, покупали кирпичи, подписывали их, а потом эти именные кирпичи можно было увидеть в вкладке стен собора. Сохранились большие амбарные книги записями имен жертвователей на строительство. Тысячи имен, сотни семей. Как выяснилось, мы, Архангелгородцы, умеем объединяться для хороших дел. — Дмитрий Станиславович, а вот вам что-то добавить к тому, о чем мы сейчас вспомнили? — На самом деле, вклад все вложили, какой могли на тот момент, и какой хотели вложить, конечно. Поэтому действительно мы проводили очень большую работу по организации нашего северного людо, к тому, чтобы начать это строительство. Надо понимать, что действительно строительство собора — это внебюджетное строительство. Здесь нет денег ни государственных, ни муниципальных. Это строительство осуществляется полностью на пожертвованиях. И все, кто мог это пожертвование, кто хотел его сделать, они его делали и продолжают делать. И должен сказать, что... — Есть такие помощники, которые его дают? — Есть такие помощники, да. Поэтому кто-то приобретал кирпичи, кто-то приобретал сваи, кто-то приобретал арматуру. Поэтому были вложения материальные, конкретные, в виде приобретенных материалов, которые были нужны на строительстве. То есть это не покупалось обо что, а то, что нужно. Люди интересовали, что нужно, и мы таким образом работали. Ну и, естественно, были пожертвования средствами. То есть все пожертвования делаются самым разным способом. И нематериальные пожертвования тоже имеют место. Ну, в частности, если говорить о проектировании, вот ваш покорный слуга, я занимаюсь... Я просто об этом должен сказать, потому что на этот счет есть много разных, так сказать, много разных интересных информаций, которые я с удивлением иногда о себе слышу. Поэтому это благотворительный проект. Поэтому, конечно, здесь нет желания, так сказать, на этом объекте зарабатывать. Это объект, который действительно становится делом всей жизни. И поэтому ему себя отдаешь всецело. И, конечно, здесь уже задача гораздо более важная стоит перед тобой, перед мною. Эта задача связана именно с тем, чтобы, так сказать, построить этот собор. Поэтому этому мы сегодня, я себе тоже вот уделяю все это время. Ну вот, насколько я знаю, вы очень много времени проводите на строительной площадке. Вот именно в процессе самом, да? Вот что там сейчас происходит? Ну, здесь просто такая вещь, которая имеет место. На самом деле это уникальный объект. И поэтому здесь очень мало типовых решений. Очень много индивидуальных решений. Очень много приходится придумывать, что называется, на ходу. И поэтому вот сейчас, например, даже в облицовке камнем, значит, несмотря на то, что сделаны все рабочие узлы, значит, тем не менее возникают какие-то нештатные ситуации, которые требуют принятия решений непосредственно с мастерами, с бригадирами, каменотесами, значит, как решить тот или иной узел. Поэтому вот такая работа на фасадах, она продолжается практически в ежедневном режиме. Большие работы идут внутри собора. И эти работы связаны уже с отделочными работами. Мы начали штукатурить стены верхнего храма. Сделана крыша верхнего храма. И она позволяет, центральной части верхнего храма, я поправлюсь. И она позволяет уже штукатурить своды. Площадь сводов – это около тысячи квадратных метров поверхности, криволинейной поверхности, подчеркиваю. Это циркульные своды, арочные. Поэтому это сложная конструкция, сложная работа, требующая очень большого мастерства штукатуров. И устанавливаются специальные приспособления для того, чтобы геометрию выдержать этих сводов. Поэтому сейчас идет, это не просто на бетон ложится, а там подготовительные работы. Сетка нержавеющая прибивается, прикрепляется тоже всеми нержавеющими элементами, крепится для того, чтобы эта штукатурка держалась долго. Я так надеюсь на это. Поэтому мы сейчас это делаем. И сарайдом будем сразу собор грунтовать уже в белый цвет. Грунтовка будет наноситься для будущих росписей. Вот с росписями – это длинная история. И я думаю, что может быть пройдет, даже чисто технически нужно, чтобы прошло 3-4 года после того, как собор уже будет топиться, жить своей жизнью. Вот только потом, когда он окончательно просохнет, устоится, что называется, можно будет говорить о росписях. Поэтому собор первое время будет белый. Его стены будут белые. Это будет чистый. Белый цвет, цвет чистоты – это замечательно. Поэтому мы его сразу, так сказать, грунтуем в белый цвет для того, чтобы спускаться, снимая леса аккуратно и разбирая, уходить из лесов с лесами с верхнего храма. Внизу идут работы, сейчас очень большие работы по установке последних перегородок, по монтажу последних систем вентиляции, по монтажу водопроводок, канализации. Магистральные все коммуникации проложены, речь идет уже о деталях. Но, вы знаете, детали, как всегда, отнимают очень много времени. Поэтому большая работа у электриков. Сейчас очень интересная работа есть у электриков. Вот это будет маленькая, я открою маленькую интригу. Собор еще не будет достроен, но у него уже начнут подсвечиваться фасады. Это будет очень красиво. В проекте, естественно, предусмотрена художественная подсветка фасадов. И сейчас электрики наши, подрядчики, кстати говоря, все, кто приходят на собор, тихонечко заражают за его хорошей, позитивной энергетикой. И люди уже работают не только смотря на чертежи, но они уже хотят что-то улучшить, они что-то хотят сделать лучше. Они предлагают какие-то другие решения технические, обосновывая их именно тем, что потом будет легче эксплуатировать, будет более надежно. Вот мы с удовольствием с этими людьми работаем. Вот такая команда электриков сегодня очень хорошая, замечательная работает. Это наши Архангелогородцы? Это наши Архангелогородцы, да. И вообще на соборе Архангелогородцы, да? На соборе Архангелогородцы, но каменотесы у нас, я должен сразу сказать, они со всей России работают. Сегодня это настолько уникальная стала профессия, что мы собираем каменотесов со всей России. И не только с России, но и с братской Белоруссии. У нас люди работают, в том числе и в Белоруссии, значит, на этом объекте. Люди работают с Тюмени, люди работают со всех регионов, откуда можно только найти. Поэтому это такая вот очень штучная профессия сегодня стала. И действительно очень творческая ко всему прочему. Поэтому электрики сейчас готовят освещение главки, барабана главки и куполов, значит, звонницы и барабана главного купола. Это делается на крыше верхней части центрального храма. И мы, значит, на следующей неделе начнем уже, так сказать, пробную настройку этого архитектурного освещения. То есть придется ночью этим немножко заниматься, потому что сейчас слишком светло. Вот. Поэтому это будет интересно, конечно. И вместе с... Поэтому мы будем снимать леса со стен собора, монтируя в том числе и систему вот этой архитектурной подсветки. Потому что это достаточно опасная работа. И поэтому мы сейчас даже немножко притормаживаем разборку лесов для того, чтобы еще сделать вот эту важную часть, связанную уже с окончательным формированием облика собора. Ведь Архангельск у нас все-таки на севере. И большая часть года, она темная. Поэтому для нас очень важно, чтобы все-таки здания такого уровня, значит, имели подсветку. И это будет, конечно, радовать глаз и позитивно влиять на наш общий настрой. Хочется поскорее увидеть, конечно, эту красоту. Какие-то сроки, вот чтобы хотя бы внешне уже такое благолепие нам так наслаждаться? Вы знаете, трудно говорить о сроках, потому что, на самом деле, мы крайне нуждаемся, во-первых, в деньгах. И я пользуюсь вот этой передачей, еще раз хотел бы призвать горожан к тому, чтобы все-таки активно жертвовать на строительство собора. Нам страшно не хватает денег, на самом деле. Мы их экономим, у нас каждая копейка на счету. Но, тем не менее, денег не хватает. Поэтому вот в планах в этом году полностью разобрать леса и уйти с фасадов. В планах в этом году закончить стелобат, по которому мы сможем ходить в свое время крестным ходом. И стелобат вот сейчас, его не видно за забором, на нем работы идут. И готовится облицовка стелобата камнем тоже. И, конечно, мечта всей жизни, я надеюсь, что вот об этом можно и нужно говорить, это все-таки завершение работ основных общестроительных отделочных работ на первом этаже, чтобы мы закончили первый этаж. И чтобы мы могли уже наше Рождество, грядущее, будущее в январе, встретить в Нижнем Храме. Я вас благодарю за участие в нашей программе. И очень надеюсь, что в ближайшее время мы с вами снова увидимся. И поговорим о том, о чем сегодня не успели, к сожалению. Дорогие друзья, завершить нашу программу мне бы хотелось цитаты святого Иоанна Кронштадтского. О личной ответственности каждого человека, считающего себя христианином за все то, что происходит вокруг, в том числе за тот облик, который имеет наш город. Он писал, не нужно забывать никогда, что все мы, русские люди и все православные христиане по всей земле, составляем одно духовное тело, в коего глава есть Иисус Христос, а душа его – Дух Святый, животворящий, освящающий, укрепляющий и соединяющий всех во единое тело верою и любовью. И потому мы должны чувствовать и сознавать себя как единое тело, как члены единого тела, и в радости, и в горе, и в скорби, и в болезни сочувствовать друг другу, и помогать, и молиться друг за друга. Всего вам доброго, до свидания.